Привет, интернет! Выходные продолжаются. Сегодня мы поедем в Московскую область. Я впервые отправляюсь в Коломну, а посмотрим мы, конечно, Коломенский Кремль. В последние годы Коломна ездила. Коломна является одним из самых популярных туристических городов России. Количество людей, гуляющих по Кремлю, впечатляет. Город расположен недалеко от Москвы. Добираться из столицы удобно. И соответствующая инфраструктура развита прекрасно. Коломна вряд ли оставит кого-то равнодушным. Она заинтересует тех, кто увлечен старинной архитектурой и тех, кто предпочитает современные городские развлечения. Уже при въезде в город впервые я понял, что вернусь сюда снова. Коломна один из красивейших и древнейших городов Подмосковья. Летописные упоминания о нем относятся к середине 12 века. Город расположен на Москворецко-Окской равнине, у места впадения Москвы реки в Аку. Согласно самым популярным версиям, название Коломна происходит от слова «Коломенье», означающее границу, окрестность или крепость. Либо от слова «Коломыя», так называли глубокую колею, наполненную водой. На рубеже 12-13 веков Коломна была центром Коломенского княжества, находящегося в составе Рязанского. А в начале 13 века город был присоединен к Москве. В советское время Коломна развивалась как крупнейший в Подмосковье промышленный, научный и культурный центр. Здесь работали паровозостроительные и машиностроительные заводы, мебельные и швейные фабрики, а также шиноремонтный завод. В 2006 году Коломна признана самым благоустроенным городом Подмосковской области и включена в губернское кольцо Подмосковья. В 2013 году Коломенский Кремль вошел в число 10 победителей конкурса «Россия-10» в качестве памятника истории и архитектуры, то есть одного из символов страны. Субтитры создавал DimaTorzok Одно из самых главных впечатлений от Кремля – это то, что он жилой, и внушительная шатровая колокольня. В Владимирском регионе они довольно редки и, конечно, не такие огромные. 40-метровая шатровая колокольня возведена в 1692 году. Здесь был установлен самый большой колокол в Коломне весом 800 пудов или почти 13 тонн. Но в 20 веке его уничтожили. В наше время Коломна известна в России и за рубежом в качестве крупного спортивного центра. На территории города функционирует несколько стадионов и грибной канал. В 2006 году был открыт крупнейший в стране конькобежный центр, где в 2008 году прошел чемпионат Европы. А в последующие годы неоднократно проходили этапы Кубка мира. Конькобежная школа Коломны – одна из старейших в России, выпустившая множество победителей соревнований, вплоть до многократных олимпийских чемпионов. Коломенский Кремль был построен за 6 лет под руководством итальянских мастеров Оливиза Нового и Петрока Малого в 1525-1531 годах. Территория крепости занимает 24 гектара, длина ее стен около 2 километров. По периметру стояло 16 башен, и в трех из них имелись проездные ворота. Часть башен и стены были разобраны на рубеже XVIII-XIX века по указу императора. До настоящего времени сохранились 7 башен высотой до 31 метра. Во время празднования Всероссийских дней славянской письменности и культуры в Коломне 23 мая 2007 года на Соборной площади между шатровой колокольней и школой открыли памятник святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. Он создан заслуженным художником Российской Федерации Александром Рожниковым. Белокаменный Успенский кафедральный собор был заложен в честь победы над золотоордынцами в битве на реке Вожи. Войны-победители возвращались в Коломну на праздник Успения Пресвятой Богородицы, а строительство собора завершилось после битвы с Мамаем в 1380 году. С тех пор центральный храм считается памятником победы в Куликовской битве. Музыка Дом Куприна знаменит тем, что в начале 20 века в нем бывал известный российский писатель Александр Иванович Куприн. Он приезжал к своей сестре Зинаиде, муж которой калежский асессор над был лесничем Зарайского лесничества. В охотничьих рассказах и автобиографическом романе юнкера Куприна звучат коломенские мотивы. Музыка 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 Пятницкие ворота Это главная проездная башня и главный вход в Коломенский Кремль. Именно отсюда начинало строительство крепости. Башня двухъярусная, высотой около 30 метров. Наверху возвышается небольшая башенка. В каменной арке, которая раньше висела, набатный колокол. Его звон предупреждал о приближении врагов или пожарах. Своё название Пятницкие ворота, вероятно, получили от деревянной церкви во имя Пороскевы Пятницы, покровительницы торговли. В Коломне были известны две такие церкви. Одна стояла на посаде за Кремлёвской стеной неподалёку от ворот, а вторая недалеко от современной крестовоздвиженской церкви в Кремле. К 18 веку церкви исчезли. И ворота в документах именуются Спасскими, согласно одной из версий, от иконы Спасителя, висевшей над проездом. Обеденный перерыв я снова постарался стилизовать и посетил кафе «Княжич» на улице Лажечникова. Цены почти московские, кухня русская. Также есть летняя веранда. Коломенский Кремль можно считать младшим братом московского. Их облик во многом схож. Башни Коломенского Кремля делились на многогранные, четырёхугольные и комбинированные. А к Москве-реке выходило особое сооружение – тайник. Существует легенда, объясняющая, куда пропали створы Пятницких ворот. В ней вымысел тесно переплетается с правдой. После 25 июля 1611 года в Коломну прибыла Марина Мнишек, известная авантюристка смутного времени, жена Лжедмитрия I, а затем и Лжедмитрия II. Марина с сыном от Лжедмитрия II жила в Коломне до 17 июня 1612 года, когда к ней присоединился её любовник атаман Иван Заруцкий. С отрядом казаков он разграбил и поджёг Коломну и пошёл на Рязань. Согласно бытующей легенде, перед тем, как выехать по Каширскому тракту за Русский, и Марина Мнишек приказали снять створы Пятницких ворот и взять с собой. Везти награбленное в Коломне в Рязанские земли, а оттуда в Астрахань, было сложно и опасно. Поэтому часть богатств они решили спрятать в верстах 25 от города, недалеко от села Богородского, что в урочище Старцевский брод. Ценности были сложены в яму, сверху их прикрыли кованными створами, снятыми с ворот Пятницкой башни, и засыпали землёй. На этот схрон было наложено страшное заклятие, такое, что многие искали клад тот, да не нашли, а только сгинули. Выйдя из Кремля через Михайловские ворота, которые расположены в прясли стены, можно полюбоваться двенадцатигранной высокой стройной Коломенской или Маринкиной башней с мостика, перекинутого через ров. Эта западная сторожевая вышка города охраняла сухопутную Московско-Рязанскую дорогу. Конструкция башни позволяла не только уменьшить давление верхних частей стен на нижние, но и разместить в них кирпичные лестницы. Коломенская башня соединена пряслом стены с Грановитой. В Грановитой башне попадаешь в мир русского средневековья. Здесь в занимательной форме рассказывают об особенностях оборонительных сооружений Руси и проведут вооруженную комнату, где можно примерить доспехи русского дружинника. Субтитры создавал DimaTorzok По предположению ряда исследователей, тип башен, подобных Грановитой, был переходным к более развитой бастионной системе. И это несмотря на то, что Коломенский Кремль, как крепость, рассчитанная на оборону со всех сторон в целом, являлся несколько устаревшим для своего времени. Грановитая башня Грановитая башня – это самая близкая башня главной улицы города, площади двух революций. Название башня получила по своей форме. Она прямоугольная с внутренней стороны и шестигранная снаружи. Такой формы башен больше в Коломенском Кремле не было. В ней насчитывается шесть ярусов, при этом пятый представляет собой галерею с зубцами, а шестой – малую дозорную вышку. Здесь же встречается еще один амбразур, наметный, обозначающий бойницу, через которую велась стрельба по пристреленным целям. Этой же цели служила и установленная на башне при двух пушкарях особая пушка Тофа, название которой переводится с турецкого как «Подарок». Коломенская башня свидетельствует не только об архитектурных достоинствах, но и об ее высоких фортификационных качествах. Большинство башен Кремля имели подошвенные, нижние, средние и верхние бои, то есть бойницы, окна или амбразуры, которые в Коломенской расположены так, что позволяли сочетать фронтальный и фланговый огонь, чем достигалась сплошная зона поражения. Верхняя ее часть из-за пояска профилированных мышекулей напоминает зубчатую корону. Так Коломенская башня напоминает арсенальную, а по пропорциям особенно близка к Беклемишевской, Московского Кремля. Помимо официального названия, Коломенскую башню называют и Круглой, и Маринкиной. Последнее название опять обращает нас к имени Марины Мнишек и погружает в легендарную историю Коломенского Кремля. Предание гласит, что Марина Мнишек была заточена в этой башне за ложь и обман. Здесь она, якобы, и умерла с тоски по воле. А то еще сказывают, что обернулась она то ли вороной, то ли сорокой и улетела через окно бойницу. Когда прах первого лжедмитрия был выпущен из пушки в ту сторону, откуда самозванец пришел, и второго лжедмитрия тоже побили, польскую панну замуровали в башне. Но по ночам покидала душа Маринина тело в виде вороны и летала вокруг. Подстерегли как-то охранники этот момент и пригласили священника. Окропил тот все вокруг святой водой и не смогла Марина обратно вернуться. До с тех пор летает она вокруг да около башни, да сесть на нее даже не может. Народная молва также говорит, что в Маринкиной башне хранятся несметные сокровища, запрятанные туда Мариной. И по ночам вспыхивает загадочный свет, мерцает, мерцает, да гаснет. Вот такой народный полтергейст. Древняя коломна, насчитывающая почти 9 веков истории, хранит в себе удивительно притягательный образ времени. Не забывая своего прошлого, она уверенно смотрит в будущее.